Рекуператор. Устройство, которое обеспечивает приточную вытяжную вентиляцию в помещении. При этом не только подает свежий воздух, а и нагревает его, удаляя отработанным. Разработал такой вариант рекуператора. Теплообменник решил сделать из алюминиевых трубок диаметром 6 мм и внутренние отверстия 4 мм. Корпус изготовил из вентиляционной трубы 100 мм диаметром. С каждой стороны переходник 100 мм на 125 мм. В них будут установлены вентиляторы. Нарезаю трубки 100 мм длиной. Для того, чтобы ускорить процесс нарезки, я упростил его. Делаю надрез и ломаю трубку, чтобы не резать ее целиком. Далее отрезаю 140 мм трубы для теплообменника и помещаю туда алюминиевую трубку до полного заполнения. Теперь нужно выбрать, какой вентилятор использовать для подачи воздуха в теплообменник. Самый главный недостаток существующих рекуператоров – это шум, который они издают во время работы. Очень важно для системы, особенно ночью. Этот вентилятор из компьютера. Довольно тихий. 33 дБ. Но воздушный поток очень слабенький. Воздушный поток измеряю салфеткой, так как анимометра не нашлось. Далее вентилятор, на который возлагал свои надежды. Очень мощный, 2,5 Вт. Но невероятно шумный, 60 дБ. И, наконец, та модель, которая меня полностью устроила по соотношению воздушного потока и шума. Шум 37 дБ при потоке воздуха 1,5 м3 в минуту. Это, мне кажется, даже чересчур. Поэтому, снизив питание с 12 до 9 В, поток оказался в районе 1 м3 в минуту, а шум на уровне 30 дБ. Измерение дБ тоже не совсем корректное. Замеры делал в ванной. Это самое тихое помещение в квартире. Тут фоновый шум составляет 20 дБ. В технической документации вентилятора указан шум от 18 до 26 дБ. А поток воздуха 1,5 м3 в минуту. Так что, думаю, лучше вряд ли получится найти. Цена этого вентилятора 19,5 долларов. Ссылка будет в описании к ролику. Теперь самая главная задача. Сделать, чтобы вентиляторы попеременно включались и выключались. Для этого думал сделать схему управления на базе Ардуино и модуле реле времени. Но, поискав на Алиэкспрессе, нашел уже готовый модуль, который идеально подошел для этого проекта. И дешевле, чем покупать отдельные компоненты для него. Все ссылки, где покупал, будут в описании к ролику. Работает это так. Сперва питание подается на один из вентиляторов, а по истечению времени он выключается. И включается второй. Время задал по 10 секунд на цикл, чтобы продемонстрировать работу. А для работы в рекуператоре изменю тайминги по 70 секунд поставлю. Провел небольшой тест с сыровой палочкой, чтобы наглядно было видно, как изменяется воздушный поток и время работы. Сперва воздух выходит из помещения, отдавая тепло теплообменнику. А после вентиляторы переключаются и воздух идет с улицы в помещение, охлаждая теплообменник и попадая в помещение подогретым. Но это пока только теория. Стоимость всех материалов составила 57 долларов. Переходим к испытаниям. Хотел сделать испытание с уличным воздухом, но сейчас 19 декабря и на улице плюс 5. Для испытания нужен мороз, чтобы наверняка определить, работает или нет. Камера морозилки подошла для этого отлично. Там минус 10. Итак, сперва прогреем теплообменник воздухом из помещения. 70 секунд. Температура поднялась с 18 до 20 градусов. Теперь воздух идет обратно с морозилки в теплообменнике и охлаждается с 20 до 16 градусов, также за 70 секунд, что, думаю, очень хороший результат. Проверим этот эксперимент с тепловизором спустя 30 минут непрерывной работы. Температура воздуха идет с помещения и нагревает теплообменник с 13 до 17 градусов. И обратный процесс с 17 до 13 градусов. Результатом вроде доволен, но у конструкции есть серьезные недостатки. Первый, по моим расчетам, объем воздуха, перегоняемый за 1 час, составляет примерно 60 кубометров. Но так как здесь вентилятор работает попеременно, объем сокращается в 2 раза. То есть только 30 кубов в каждую сторону. Второе, это щелчки таймера времени каждые 70 секунд при переключении режима. Довольно громкие, будут мешать спать. Третье, в стене будет отверстие 100 мм в диаметре, из-за которого существенно снизится шумоизоляция помещения. И в общем будут проникать сторонние запахи с улицы. Решил сделать вторую версию рекуператора, чтобы исключить недостатки первой. Конструкция получилась чуть сложнее. Тут будут работать оба вентилятора одновременно, прогоняя воздух по параллельным каналам, не смешиваясь, и выходить через специальное отверстие, чтобы потоки воздуха не смешивались в помещении. Теплообменник будет из алюминиевых пластин. Корпус изготавливаю на 3D принтере. Печать каждого элемента заняла около 10 часов. Немного ускорит процесс для вас. Все детали вы сможете скачать в описании к ролику в формате STL для печати на 3D принтере. Там же исходники, если решите усовершенствовать конструкцию для программы Компас 3D. Также вы можете написать в комментариях свои мысли о том, как усовершенствовать эту конструкцию. Буду благодарен. Печатал слоем 0,3 мм. Не так красиво получилось, если бы печатал слоем 0,1, но печать заняла бы более суток. Во второй детали предусмотрено одно отверстие для вдуваемого воздуха на улицу. Со стороны улицы будет вент-решетка. Это нужно для того, чтобы выходящее из помещения воздух не смешивалось с чистым. В решетке сделаю боковое отверстие. Делаем теплообменник из листа алюминия. Купил алюминиевый лист из старых типографских пластин. По цене 50 центов за лист. Нарезаю на полоски 2,5 см шириной и 10 см длиной. И собираем в таком виде. Процесс требует внимания и усидчивости. Устанавливаю вентиляторы и закрепляю их саморезом. Контакты питания соединяем вместе двух вентиляторов. И подключаем питание. Себестоимость составила 46 долларов. Детали печатал самостоятельно, считал только себестоимость материалов. Время тестирования. Теплообменник в корпус не одевал, а обернул целлофаном, чтобы нагляднее было видно температуру его. Воздух ведет себя как задуманных. Холодный воздух выдувается через отверстия, а теплость комнаты входит через вентилятор. Температура между каналами входящего и исходящего потока отличается на 1 градус. А выходящий воздух прогревается до 16-17 градусов. В тепловизоре гораздо лучше видно, как меняется температура в теплообменнике по мере прохождения холодного и теплого воздуха через него. От 6 до 16 градусов. И важно, что оба вентилятора работают непрерывно. Объем воздуха, перегоняемый в каждую сторону, составляет 60 кубометров. Нужно будет отдельно сделать замеры, когда будет анимометр. К недостаткам. Так как устройство одно, то воздух в помещении будет меняться локально, в том месте, где установлен рекуператор. Еще не помешали бы фильтры воздуха. Появилась идея изготовить еще одну версию рекуператора. Сделаю два устройства в разных частях комнаты. В общем, заказал вот такой турбовентилятор на 20 Вт. Шумный, но придумаю ему шумоизоляцию. И еще термостатический нагреватель. Он сможет даже на небольшой мощности нагрева поднять температуру воздуха в помещении без теплообменника, что сократит размеры самих устройств. Буду рад, если вы скажете свое мнение по поводу рекуператора. Благодарю за просмотр.